Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения с вами рэй мы продолжаем играть в tower conquest так ежедневные испытания так 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 в награду идет у нас ведьма ведьма у меня ребят прокачана полностью поэтому я не вижу смысла идти и выполнять ежедневку сегодня а вот здесь пожалуй к мы завершим так посмотрим армия пока никто у нас не прокачался поэтому отправляем опять наш отряд на тренировку все пускай идет и тренируется так квесты запрос в магазин в магазине что у нас тут давай глянем что у нас в магазине а ничего хорошего нету вот только лишь всадник на журавле бесплатно нам достается за арену мы получаем ребята 15 карточек на смотрители и плюс ко всему у нас жрица тут еще прокачалась ну ничего особенного здесь нету ребят так еще 18 карточек у нас на смотрителя будет если мы здесь пройдем а мы пройдем обязательно здесь так давай возьмем на вот нет нет не этот все-таки я ребята возьму этот отряд с фехтовальщиком он довольно быстро здесь проходит все ну и к тому же этот отряд довольно дорогой поэтому нам лучше оставить там дополнительную единицу энергии чем здесь как по мне вышел деловой вот так вот ребята он выглядит нубом а вот так он выглядит хаем прокачанным то есть сейчас он просто ширк и все одного удара было достаточно чтобы завалить этот замок к ядре нефени ну что же а у нас друзья мои бои продолжаются бои сколько нам еще тут нужно сделать ух 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 это это еще только самое начало да ребят это только самое начало у нас здесь такс и что же мы здесь видим здесь у нас есть бородавочник плюс ползун довольно быстрая и шустрая команда поэтому нам придется наверно взять вот эту команду возьмем попробуем ребят должно в принципе все получиться если так вам будет ползуна своего вызывать интересно конечно будет куда он без своего ползуна то я ползунок ползет там так вот здесь нам придется до вызвать еще палыча на помощь да хорош еще вытворяет слушай ну этот вот жаба с молотом она тоже довольно мощная давай наверное вызовем еще зомби камикадзу к нам в помощь на слушай он взорвался этому почему-то все равно ребята бородавочник не получил повреждений особых вот что я тебе хочу сказать блин а вот этот хорош уже тут делать вытворять вот эту дичь просто смел смел ребята у меня этого щитобота моего ну что же я позвал друидку я думаю что сейчас в корень у нас поменяется здесь обстановка потому что друидка естественно будет сейчас выставлять тотемы четыре вида тотемов там и отталкивающие повреждающие хилищие вот все тут шансов у противника конечно же нету да 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 мы уже начинаем ребят колбасить ему замок его пилон так сказать вот и все что и требовалось доказать блин как же я хочу друидку тоже ребята прокачать по фулке уже очень долго ее прокачиваем очень ребят долго и сколько у нее вообще еще требуется так она у нас друидка да так где же ты у меня подожди она же нет она не из этой эпохи она вот вот здесь по моему она блин 1620 только лишь нам нужно 2000 то есть еще дофига 380 карточек на нее нужно и я особо эти карточками с вами не получаем на событиях уже давно не было ее так ребята здесь на смотритель здесь у нас будет смотритель поэтому я возьму этот отряд потому что я все-таки на нашу сферу полагаюсь которая будет пронзать их всех так он вызвал жабу с молотом а мы вызываем нашего магического воина да который намного больше наносит урона ребят намного больше прям сотни раз так так же вызываем нашего прыгуна плюс ронина так прыгну сейчас воббера ушатает и не только вобблера он еще успел лишь замок немножко покоцать покорябать ну и ты видишь что тут происходит с чего как он сразу троих ребята просто взял троих и откинул вот это вот вот это вот новости я думал что только одного может откинуть он взял всех троих выкинул молодец так сундук захватчика что у нас тут ребят но это все у нас абсолютно прокачано как бы меня не интересует у нас территория нежити так чумнуха плюс голем я думаю что наверно возьму вот этот отряд против чумнухи ниндзя очень даже неплохо заходит голему мы можем противостоять нашим таракошей я думаю это будет справедливо вначале вызовем самурай ооо щет ниндзя ты мне очень нужна давай родная выходи отлично прекрасно великолепно просто так ну и ко всему прочему вызываем нашего таракошу вот это топ вот это топ что ниндзя начал самурай начал плакать где отсюда стоит от нервирует ну и чё кто там выходит я жду вот блин вообще топово ребят просто топово мы его оглушаем соответственно тут бомбим есть ну что тут скажешь ребят вообще идеально прошли читал комментарии и спрашивали рэй подскажи колоду ножница и еще там кого-то не помню ну что я могу сказать ребята подскажи колоду мой принцип идет такой вот по сборке вообще любой команды что в первую очередь у тебя должен быть танк желательно недорогой но сильный я бы например из танков бы отметил вот паладина наверно таракоша бы отметил бы и станков сейчас подожди то у нас там еще может быть неплохим танком быть и так танка может быть неплохим у нас голем ребята голем тоже может неплохим танком jaba с молотым тоже неплохой танк медленный но он неплохой ребята также у нас джаггернат но это понимаешь Эти танки, ребята, они очень дорогостоящие Поэтому прежде чем Ставить такого сильного танка Берите промежуточного Промежуточный очень хорошо, ребята, идет Либо черный мечник Либо щитобот Ты понимаешь, да? Вот, также можно Отметить пришельца Ну, опять же, ребята Пришелец такой 50-50 Он может переманить противника Может не переманить То есть такой Страж, очень, ребята, неплохой танк Но, опять же, ребята, я говорю, что очень дорогостоящий Вот, потом Потом берете ДДшников То есть даггер-дамагер Который очень много наносит урона Здесь таких много, ребята Самый, как говорится, основной И крутой Это у нас Ронин И Молотильчик Многие говорят еще про хищница Но, ребята, я как бы Не уверен, что хищнец Прям офигенный дамагер Такой себе Вот садик на журавле Это плюс дамагер И то, что он может Бить воздушной цели И то, что его Не так сильно, короче, и быстро Будут уничтожать Так как он находится Ну, типа, в воздухе ДДшник еще неплохой У нас, получается, Некро, ребят Со своими колобками Но, опять же, она очень ватная Также ДДшник идет у нас Вот этот вот Служитель тьмы С плюс перекачкой здоровья И восстановление своих союзников Вот Дальше Дальше Обязательно, ребята, нужно брать Юнита, который Бьет воздушные цели Это у нас идет Чумнуха Это у нас идет Баллиста Баллиста вообще, я считаю, одна из топовых Так скажем, орудий Это у нас Ниндзя Тоже одна из топовых Лучника Ну, я бы не советовал Хотя, может быть, кому-то и зайдет Вот И И босс, ребята Босс Тут уже на ваше усмотрение Если ты говоришь, что Олдскульного воина Ребята, он очень хороший Очень хороший Но для меня Я для себя вот Сделал вывод, что Ведьма топ Друидка топ Женец А, там еще про женица говорили Женец топ Вот Был бы у меня прокачанный бог ветра Я думаю, что он тоже У меня был бы В команде А пока у меня стоит Богиня солнца Именно своим Прожигающим лучом Вот, в принципе, и все Тыквоголовый, в принципе Тоже неплохой, ребята Издалека дамажит Очень неплохо Плюс оставляет после себя Еще огненный след Который Тоже наносит Противникам урон Это вот так вот Вкратце В общем, в начале Идет Мини танк Да, там Либо фехтовальщик Либо Щитобот Ну, такой легкий Простенький Либо голем Потом идет Более тяжелая пехота Да Типа вот такого Либо самураи Либо вот Таракоши Потом обязательно Дайгер дамайджер У меня в данный момент Здесь выступает Ниндзя Здесь у меня вот выступает Как ты видишь Всадник на журавле Здесь у меня выступает Ронин Здесь у меня выступает Грифа Ну, я бы, наверное, Грифу поменял Я Грифу здесь Почему держу, ребята? Чтобы его Прокачивать Так, ну и Есть этапы Такие, да Где против тебя Выступает Ронин Который, естественно Очень быстро выбегает То тут бы я бы Посоветовал, наверное, взять Либо ползуна Либо вот этого Вот зомби Который просто напрочь Уничтожает их Они бегут очень быстро И их нужно будет Очень быстро ликвидировать Ну, как-то так Так, ну что, ребята Мне надо двигаться дальше Пошли У нас второй этап И вот тут уже Надо думать Так, здесь В принципе Можно взять И вот этот отряд Дальше им спокойно Играть Хоть здесь, правда И призрак Прибавляется Но Ничего пока страшного Нету Давай, наверное Начнем С нашего Самурая И плюс Плюс В догонку Которому самураю Мы будем Вызывать Нашего Терракошу Нашего Терракошу Который Не особо Будет получать Урон Но все равно Он бесявый Конечно, ребят Он бесявый Давай сразу Так А вот здесь А здесь, ребята Обязательно Надо брать Ниндзю Нифига Это что там У него Блин За этот Блин Как ты меня бесишь А чумнуха Вот Просто Вымораживаешь Меня Он еще и две Их позвал Так Давай, родные мои Давай, давай Поднапряглись Взяли волю в кулак И забомбили Их тут всех Фаерболл полетел Есть Мы ушатали Замок вражеский Отлично Так Третий этап Ага Служитель тьмы Прибавляется Тоже, ребята Еще тот Противник Потому что Он будет стоять Сзади голема А мы пока будем Голема разбирать Он будет Отхиливать Такая противная Комбинация Конечно Но мы можем Я хочу, ребята Успеть накопить На Терракошу Сразу его Выпустить В бой Сразу Выпустить В бой Плюс Ко всему прочему Позвать Ниндзю Это Будет Перестраховка Для моего Терракоши Потому что Чумнуха Сто процентов Не за Ааа Чумнухи Здесь нет Здесь Так Надо тогда Сейчас попробуем Успели Теперь Фаербол Вот так вот Блин И вот она Чумнуха Вышла Ну Отлично Молодец Красавица Моя Ниндзя Ушатала Ты Эту Чумнуху Ну Блин Появилась А Появилась Ребята Это жаба Сейчас мы Ее Вот так Вот Ты Запарил Своего Голема За Големом Вызывать Эй Без Остановок Причем Блин Не успел Отдуплиться Он сразу Второго Вызывает А как же Откаты У каждого Юнита Должен быть Откат Ребята Понимаете А он Вызывает Его Как будто Такого И нет Вообще Не существует Блин Вот это Плохо Блин Это Плохо Ребят Че Придется Отыгрываться Как-то Некр Мне здесь Не нравится Со своими Колобками Блин Как всегда Сейчас начнет Тут заливать Две Некры Вызывается Все Ребята Они просто Раздавят Мою команду Давай 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 Ползун 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 Успел Шикарно Так Чумнуху Надо валить Теперь Так Вот Я сделаю Чтобы Тут духу Не было Просто Он Опять Ползет Опять Ребят Ползет Самурай Упади Пожалуйста Есть Отлично Отлично Я и хотел Чтобы самурай В истерик Упал Ну Блин Почему Ниндзи мои Бьют Блин В первую очередь Этого Голема Чумную Во 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 Не справились Есть Слушай Ну Тут мы Отлично Вообще Справились Наша Команда Просто На ура Здесь Вообще Даже Никаких Ребят Претензий К ней Нету Так Старый Воин Со Своей Армией Нежити Сюда Собирается К нам Вторнуться Я так понимаю Это Ездовое Животное Было Нашего Старого Воина Сам То Он Как бы Стал Нежить А Вот Этого Он Наживить Забыл Ну Ладно Ну Ронин Ну Ё-моё Ну Сколько Вот Ты Раз Уже Вот Нихо Вот Видишь Чумуха Ребята В данный Момент Погибла От Отражения Так Пора По-моему Тут Врубать Луч Иначе Честно Тут О Целая Орда Этих Хлопков Видел Да Была У неё Есть Ребята Когда Она Погибает Она Может Вызвать Целую Армию Хлопков И Это Самое Плохое Что Может Быть Но Как Видишь У нас Тут Все Очень Неплохо Получилось Ребята Очень Неплохо Получилось Забираем Наш Сундук Нежити Опять же Это Все У Нас Прокачано И Переходим С тобой На Долину Подданных Так Долина Подданных Ну что Тут У него Крестьянин Мне Надо Успеть На Самурая Накопить Успели Успели Накопить На Самурая Дальше Ребята Копим Так Дальше Мы Копим Наверное На Терракошу Терракотовый Воин А уже Сзади Терракоши Мы Выставляем Ниндзю Для Доп Дамага Плюс Еще Одного Самурая Плюс Вот так Сделаем Фаербол Угу Давай Наверное Еще Ниндзю Позовем И еще Одного Самурая В принципе И все Все Ребята Тут уже Дальше Ему Ничего Не поможет Тут Очень Большой Как говорится Потенциал У моей команды Мы просто Его Уничтожаем Как говорится Очень мощные Танки стоят Впереди Плюс Даггер Дамагеры Стоят Сзади И то есть Без шансов Тут вообще У него было Все Так Копейщица Да Ну Можно даже Вот этот Отряд взять Правда Вот зомби Здесь Он Как бы Ни к чему Мы его брали Здесь Для чего Против Рунина Когда у нас В прошлой игре Был Рунин Выступал Против нас Мы его Брали именно Для этого В данный момент Здесь он Абсолютно Нам не нужен То есть Толку от него Здесь никакого Блин А вот это еще Ело моё Вот как вот он Ребята Ну Вот посмотри Ну Это же Ну невозможно Ребята Сразу же Столько Блин Всего Наделать Блин Сразу Троих Четверых Кряду Выпускать Это невозможно Так сделать А он Выпускает Их Ну давай 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 Взарвись Там Прям В середине У них Так Еще одного Палагина Вызываем Еще И Итог 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 Что мы Все Тут Запинали Так Ребят Третий Этап Грифон Ага Грифон Я попробую Ребят Отыграть Этим Отрядом Блин По-моему Сейчас будет Именно Грифона Выпускать Первым Если я не ошибаюсь Нет Нет Ребят Ну С этим Кристианом Разберется Наш Фехтовальщик Он Довольно Легко И Быстро Их Уничтожает Бьет Их Просто На ура Но Сам По-себе Ватный Против Паладина Понятно Ребята Он Ватный Тут Надо Еще Ребят Соизмерять Вражескую Команду И Твои Потенциалы Потому Что На каждую Команду Нужен Свой Танк Нужен Свой ДД Нужен Свой Хил В общем Вот Как-то Так Нельзя Ребята Под Одну И ту Же Команду Выстраивать Один И тот Же Отряд Это Не Прокатит Такой Вариант Просто Не Прокатит Поэтому Нужно Вот Это Все Сопоставлять Соизмерять Если У него Например Есть Молотильщик Ты должен Приблизительно Понимать Что Если Он Умирает Молотильщик Он Выпускает Свою Циркулярку Соответственно Если Циркулярка Летит Она Уничтожает Твоих Баллист Она Уничтожает Твоих Ниньц Вот Всех Легких Юнитов Поэтому Надо К ней Уже К этому Отряду Подходить Немножко По-другому Вот В данном Отряде Все У нас Хорошо Как бы Мы Ей Контрим Нет Тут Особо Быстрых Юнитов Нет Каких Побочек Нет Всяких Бомберов Которые Уничтожают Всех С одного Удара Поэтому Эта команда Вполне Годится Здесь Вот Такого Варианта Грифон Конечно Мне Все Портит Здесь Потому Что Он Не Прокаченный Надо Его Ребят На самом деле Вообще Поставить На прокачку Я уже Давно Собирался И все Время Забываю Это Сделать Там По-моему Осталось Немножечко Чтобы Его Прокачать Смотри Что Делает Толкает Толкушая Вот Эта Лучница Чем Ребята Она Опас Она Поджигает Она Поджигает Наших Юнитов И Те Горят Получая Очень Большой Урон Но На Этот Случай Как Видишь У меня Стоит Баллиста Которая Как Раз Она Стреляет Намного Дальше Чем Лучница И Поэтому Мы Прикрыты Получается С Этих Сторон Так Где Мой Джаггерна Давай Выползай Выползай И Беги Так Давай Бросим Наверное Клетку Все Все Прекрасно Здесь у нас Получилось Так Ну что Последний этап Здесь у них Епископ Выползает Ну Епископ Ребята Я беру Мой топовый Отряд Вот именно Этот отряд Я называю Топовый Почему Потому что Здесь все есть Здесь Очень Хороший Танк Который Бьет Не только Наземные Но и Воздушные Цели Это Рыцарь Маг Плюс Есть Офигенный Дамагер Это Ребята У меня Ронин Но опять же Он офигенный Только в том Случа Если он Выходит С истерикой Если он Вот так Вот обычно То Никакого Толка От него Нету Посмотрите Сколько Он Наносит Урон Паладину Сразу Половину ХП Это Мало Кто Может сделать Сразу Половину ХП Отнять Вот Такого Мощного Танка Плюс Она Вообще Великолепно Ребят Вообще Великолепно Уничтожает Плюс Она Имбовая В том Что Воздушные Наземные Цели Уничтожает У нее Еще Есть Ребята Способность Отражения Урона Видишь Вообще Ничего Вообще Ничего Не смог Сделать Епископ Мы его Как прижучили Возле этого Замка И все Ребята Всю его Подмогу Просто там Уничтожили Хоть он и щиты Вешал На них Тоже Это все Прокачано Ребята У нас Поэтому Двигаемся На территорию Роботов Так Здесь значит Бомбер Бомбер И толкатель Бомбер Блин И толкатель Тоже такая Вот бомбер Мощный Пускай он летает Бьет конечно Через определенное Количество времени Но толкатель Еще тоже Ребята Который Просто откидывает Наших Воинов Вот И вот Он этим И опасен Именно Ребята Тем Что он Откидывает Наших Юнитов Откидывает И может Нанести Урон То есть Если он будет Рядом с замком Стоять Он еще Вытворяет Так Ну Здесь по моему Нам ребята Очень даже Неплохо Фортануло Я бы Я бы Так Сказал Да Тут Хорошо Получается Есть Вот опять же Толкатель За Вражеский Отряд Какой-то Мощный Мы его Разбираем Очень тяжело Когда я Я взял Толкатель Мой Толкатель Просто Ребята Рассыпается На глазах Как так Я не пойму Получается Что изначально У них Юниты Довольно Усильнее Идут Чем Мои Вот Только Только Такое У меня Ребята В голове Может быть Складывается Впечатление Так Давай Всадничка Позовем И вот На самом деле Мне бы Сейчас Побыстрее Накопить На друидку Если на друидку Накопим Будет Вообще Топ Опять Он вышел Все Ребята Друидка Вышла Друидочка Вышла У меня И вот Почему-то Как только Друидка Выходит Ребята Сразу Моя команда Как бы Знаешь Это Встряхнулась Привела себя В порядок Начинает И дамажить И сразу же Атаковать И все У нее Получается Замечательно Так Ну что же Идем дальше Ребята Третий этап Вот Вот он Опасный Отряд Тут У нас Блин Молотильщик У нас У противника Этой Этой команде Может противостоять Только лишь Паладин А Ну еще Всадник На журавле Эй 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 Пока так Ну ты Припарил А Угу Так И здесь Ребята Надо будет Вот акцент Ставить На Всадника На журавле Так Этого Притянем Сейчас Надо Нам просто Урона Много Нанести Ему Ага Есть Пока все Нормально Ребят Блин Паладин Уже А вон Паладин Еще идет Свеженький У нас Так И По возможности Друидку По крайней мере Друидка Будет Отхиливать Если что Отряды Ну и себя Тоже Ну 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 вот и все Три тотема Стоят Естественно Красный тотем Стоит на дамаг И соответственно Он получил урон И Кран ты ему Так Ну здесь у нас Здесь у нас Нету Этого Молотильщика Слава богу Но он будет Уже в последнем Этапе Поэтому Давай-ка Сосредоточимся Здесь В первую очередь Джиггернаут Выходит И Во вторую очередь Естественно Выпускаем Нашего Молотильщика По возможности Ребят Ой Молотильщика Е-мое Фехтовальщик Тьфу ты Баллисту Совсем Уже Рей Давай еще Одного Джиггернаута Ну Фу Успел Успел Этого Бомбера Подбить А то бы Сейчас бы Звезданул И Вот Ребята Грифон Он очень Дорогой 325 Энергии Стоит Ну Куда Это Годится 325 Энергии Сейчас Его уничтожат Да Понятно Уничтожили Да Е-мое Ну Что Такой Ты Посмотри Так Он Успевает Успевает Вот Кого Надо Валить Молодец Грифон Умница Подсобил Так К Моей Болист И Мы Расписали Его Этого Бомбера Летающего Так Бросаем Клетку Есть Есть У нас все получилось Друзья Все получилось Ну что Двигаемся Дальше Последний Тап Здесь у нас Оу Термин Термин 9000 Само Собой Мы Возьмем Наш Топовый Имбовый Отряд И Начнем Так Это Излишне Это Ребята Излишне Так Упал Полотжался Так Выпускаем Нашего Пригуна Ронина Ну Ведьма Ну Почти Получилось Ага А вот Друзья Мои И Термин Жесть Если Этот Парень Раздухарится Сейчас Будет Ж Жестко Ребят Е Мы Его Подбили Мы Его Все Так Подбили Стрелял Стрелял И Ничего У него Не Получилось Ну Что Забираем Сундук Это Тоже У нас По-моему Все Я не Помню У меня Ядерный Робот Прокачан По полной Или нет Не Помню Если Честно Так Вредный Отряд Да Вредный Отряд Почему Ребят Потому Что Здесь Есть Пришелец Как Он Меня Раздражает А Этот Пришелец Это Воришка Ребята Самый Настоящий Воришка Еще Вытверяет Да Да Он Стырил Нашего Бойца Поэтому Очень Много Мелких Выпускаем Ребята Пока Он Просто Ворует На свою Сорну Не Переманивает Что Дает Небольшой Плюс Так Вызываем Друидку И После Этого Уже Все Ребят Пойдет Совсем По Другому Сценарию Пускай Он Тотем Ворует Лучше Раз Так Ему Хочется Да Что Это Потырить Есть Наказали Пришельцам Так Ну Что Это Территория Защитников Давай Наверное Ну Давай Попробуем Давай Попробуем Здесь Отыграть Так Пришельц Фехтовальщика Можно В принципе Вызывать Ничего Плохого В этом Не Будет Да Я думаю Здесь Ничего Плохого Не Будет Вызовем Нет Тут Джиггернаут Наверное Вот так Вот Надо Блин Надо Фехтовальщика Потом Джиггернаут Тупанул Маленько Ладно Болисту Тогда Позовем Вот Правильно Так Тебе И Надо Так Клетку Бросаем Вызываем Нашего Грифона Вот Этот Вот Воблер Бесявый Смотри Что Делать Взял Моего Танка Просто Стылил И Все Просто Стылил Танка Мне Опять Стылил Вот Жук Да Да Ты Запарил А Этот Уф Меня Просто Вымораживает Тырит И тырит И тырит И тырит Воришек Несчастный Так Здесь Здесь У нас Слизень Морпех Да Получается Прибавляется Слизень Морпех Тоже Бесявый Хмырь Он Аж Наносит Массовый Дамаг Ладно Попробуем Противостоять Дамаг Сделаем Так А я Что-то Не обратил Меня Пришельца Тот Был Блин Был Да Куда Ты Клетку Тоставишь Что-то Клетку Он Поставил Блин На Этого Че Вот Похищает Ребят Всегда Давай 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 Так Сделаем Клетку Есть Ну тут Хорошо Получилось Сейчас Прям Вообще Шикарно Так Грифон Давай Канэна На Выход Грифон Пошел На Выход Есть Уничтожили Так Ребята У нас Следующий Этап Вот Здесь Есть Энергия Давай Ка Попробуем Давай Ка Попробуем Ползун На Ползун Самурая Позовем Блин Воблер Еще Позвал Ниндзя Тогда Еще Будет Здесь У нас Ити Да Блин Ну Отсюда Эть А Ниндзя Выжила Отлично Как ты паришь А Меня Просто Не могу Этот Вор Блин Несчастный Ханыга Да Как так То Фаербол То Фаербол Почему Не Не понимаю Я По идее Фаербол Должен Был Уничтожить Ну Нет Не Уничтожил Его Давай Давай Родные Мои Ну Шпарим Бежим Сломя Голову Ага Ага Не Смог Не Смог Ребята Он Похитить Самурай Который Стоял В Истерике Он Не Смог Уничтожить Прикинь Просто Не Смог На Гаденыш Нормально Получилось Ребят Так И Последний Этап Ой 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 Лорд Пустоты Давно Кстати Я тоже Его не Видел На задворках Чтобы Он Выходил Постоянно Мы Уничтожали Музам Быстрее Но Термин Сегодня Термин 9000 Показался Как ты Видел Успел Выйти Эээээ Ну вот Вот Ребята Понимаете Да Что Получилось Получилось Полная Ерунда нормально у него уже тут и лорд на лорд тоже мне одно название тут в этой команде ребята вот бесяво то что то что он выпускает пришельцы этого хмыря мелкого и вот как хочешь так и распределяй то есть не получится у меня одновременно и того и того уничтожить вот в чем проблема то есть если я выпускаю ронина блин он еще и пошел еле-еле вот видишь что он творит и он сейчас еще похитит нет он не похитит больше отлично ну тогда все ребят тогда наверное все ронина ты много думал бесит он ребят но бесит мы серьезно говорю он бесит тем что он не выходит надо же побежал а вот и лорд был все все ребятушки да лорд тут кстати очень быстро появляется в отличие от других игр на вот здесь он появляется очень быстро есть 13 карточек на лорда далее о да мы с тобой портал прошли шикарно пряничный домик ребята 207 портал так ну что у нас тут я смотрю нефритовая долина 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 подданных у нас идет территория захватчиков опять же нефритовая долина территория роботов две нефритовые долины долины будет у нас вот в этом этапе но к сожалению мы не сможем начать потому что ребята у нас энергии нету так что всем пока всем удачи и до новых скорых видосиков